здравствуйте дорогие ребята тема нашего урока по биологии строение сперматозоидов и яйцеклеток у млекопитающих образование половых клеток у животных миоз сегодня на уроке мы узнаем о сути понятий диплоидность и гоплоидность определим что же такое миоз каково его биологическое значение разберем в чем особенность процессов образования мужских и женских половых клеток у млекопитающих в основе полового размножения лежит процесс слияния половых клеток гомет в отличие от не половых клеток половые всегда имеют одинарный набор хромосом что предотвращает увеличение числа хромосом у нового организма образование клеток с одинарным набором хромосом происходит в процессе особого типа деления миоза миоз от греческого миозис уменьшение убывания это такое деление клетки при котором хромосомный набор во вновь образующихся дочерних клетках уменьшается вдвое как метозу так и миозу предшествует интерфаза в которую происходит редупликация днк перед началом деления каждая хромосома состоит из двух молекул днк который образует две сестринские хроматиды сцепленные центромерами таким образом перед началом деления хромосомный набор клетки составляет 2m а количество днк увеличена вдвое процесс миоза состоит из двух последовательных делений миоз 1 и миоз 2 которые подразделяются на те же стадии что и метоз в результате образуется не 2 а 4 клетки профаза 1 это стадия значительно длиннее чем в метозе хромосомы спирализуются и утолщаются гомологичные хромосомы попарно соединяются друг с другом то есть происходит их коньюгация от латинского коньюгацию соединение в результате этого в клетке образуется комплекс из двойных хромосом затем между участками гомологичных хромосом осуществляется обмен генами кроссинговер от английского кроссинговер пересечения скрещивания это приводит к новым сочетанием генов в хромосомах после этого ядерная оболочка в клетке исчезает центриоле расходятся к полюсам и образуется веретено деление метафаза 1 гомологичные хромосомы попарно располагаются в экваториальной зоне клетки над и под плоскостью экватора центромеры хромосом соединяются с нитями веретено деление а на фаза 1 к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы это основное отличие миоза от метоза где идет расхождение сестринских хроматит таким образом у каждого из полюсов оказывается только одна хромосома из гомологичной пары число хромосом у полюсов уменьшается вдвое происходит его редукция тело фаза 1 делится все остальное содержимое клетки образуется перетяжка и возникает две клетки с одинарным набором хромосом н каждая хромосома при этом состоит из двух сестринских хроматит двух молекул днк образование двух клеток наступает не всегда иногда тело фаза сопровождается только образованием двух ядер для закрепления знаний предлагаю посмотреть видеофрагмент миоз 1 миоз начинается с профаза 1 на этой стадии днк конденсируется формируя хромосомы здесь мы видим удвоенные сестринские хроматиты соединенные в области центромер в течение первого деления миоза их центромеры остаются связанными далее каждая пара гомологичных хромосом подвергается коньюгации для формирования комплекса состоящего из двух пар сестринских хроматит затем между двумя парами сестринских хроматит происходит обмен хромосомным материалом этот процесс называется рекомбинация или кроссинговер после кроссинговера сестринские хроматиты в каждой хромосоме более не идентичны друг другу это одна из причин почему братья и сестры за исключением близнецов генетически не идентичны есть еще несколько ключевых этапов профаза 1 на этой стадии начинает разрушаться ядерная оболочка далее две центросомы расходятся к противоположным полюсам клетки и появляется веретено деления микротрубочки затем присоединяются к хромосомам следующая фаза миоза 1 называется метафаза 1 при этом конъюгированные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки хромосомы располагаются случайным образом что приводит к появлению различных комбинаций во время каждого акта миоза далее следует она фаза 1 на этой стадии гомологичные хромосомы разделяются и расходятся к полюсам клетки обратите внимание что сестренские хроматиды остаются связанными в области центромер заключительные этапы миоза 1 это телофаза 1 и цитокинез в это время клетка делится на две дочерние клетки каждая из этих клеток теперь вступает во второе деление миоза которое аналогично метозу перед вторым делением миоза интерфаза отсутствует обе образовавшиеся клетки после периода покоя или сразу приступают ко второму делению миоза миоз 2 полностью идентичен метозу и происходит в двух клетках ядрах синхронно профаза 2 значительно короче профаза 1 ядерная оболочка вновь исчезает образуется веретено деление в метафазе 2 хромосомы выстраиваются в плоскости экватора нити веретено деления соединяется с центромерами хромосом в анафазе 2 как и в метозе к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды хромосомы у каждого полюса образуется одинарный набор хромосом n при этом каждая хромосома состоит из одной молекулы днк тело фаза 2 заканчивается образованием четырех клеток ядер с одинарным набором хромосом и одной молекулы днк в каждой предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент про миоз 2 миоз 2 начинается с профазы 2 и снова хромосомы конденсируются ядерная оболочка растворяется и формируется веретено деление главное отличие профазы 2 от профазы 1 в том что дочерние клетки имеют только одну копию каждой гомологичной хромосомы поэтому во время профазы 2 не происходит конъюгации гомологичных хромосом или кроссинговера во время метафазы 2 хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки и снова их расположение случайно поскольку теперь сестринские хроматиды не одинаковы существует множество вариантов их выстраивания ходе она фазы 2 сестринские хроматиды растаскиваются в разные стороны путем укорочения микротрубочек веретено деление при этом полюса клетки расходятся путем удлинения микротрубочек во время тела фазы 2 восстанавливается ядерная оболочка ацетоплазма разделяется на две дочерние гоплоидные клетки это разделение называется цитокинез так как миоз 2 начинался с двух клеток и и каждая из этих клеток разделилась на двое то на выходе миоза мы получаем четыре уникальные гоплоидные клетки эти клетки называются гометами две гометы одна от отца и одна от матери могут сливаться для образования диплоидного зародыша сформированный зародыш затем растет путем многочисленных методических делений клеток биологическое значение миоза заключается в образовании клеток с одинарным набором хромосом развивающиеся затем из них гометы при половом размножении сливаются и двойной набор хромосом в результате этого восстанавливается кроме того кроссинговер приводит к новым сочетаниям генов в хромосомах клеток что служит основой для комбинативной изменчивости организмов образование половых клеток у животных у животных гометы образуются в половых органах в семенниках у самцов и в яичниках у самок процесс образования половых клеток называют гометогенезом гометогенез протекает последовательно в три стадии в соответствующих зонах и заканчивается формированием сперматозоидов и яйцеклеток на стадии размножения первичные половые клетки интенсивно делятся метозом что значительно увеличивает их число на следующей стадии роста клетки растут запасают питательные вещества этот период соответствует интерфазе перед миозом далее клетка переходит в стадию созревания где происходит миоз образуются клетки с одинарным набором хромосом окончательно формируются и созревают гометы сперматогенез характеризуется образованием мужских половых клеток сперматозоидов из одной первичной половой клетки образуются четыре одинаковые по величине гометы сперматозоиды овогенез характеризуется образованием женских половых клеток яйцеклеток процесс образования яйцеклетки значительно продолжительнее чем сперматозоида в ней идет интенсивный синтез и накопление питательных веществ в виде зерен желтка необходимых для развития будущего зародыша особенность овогенеза неравномерность деления клеток в миозе и формирование только одной полноценной яйцеклетки в которой находятся все питательные вещества три остальные клетки мелкие и погибают строение половых клеток у большинства видов организмов мужские и женские гометы отличаются друг от друга сперматозоиды от греческого сперма семя это небольшие подвижные клетки состоящие из головки шейки и хвостика в каждом сперматозоиде находится минимальное число органоидов ядро митохондрии и пузырек с ферментами когда сперматозоид соприкасается с яйцеклеткой содержимое пузырька освобождается растворяет ее оболочку и способствует проникновению сперматозоида внутрь яйцеклетки хвостик служит для движения сперматозоида и по строению сходен со жгутиком одноклеточных животных митохондрии сосредоточенные в шейке обеспечивают движущийся сперматозоид энергии яйцеклетка это округлая крупная неподвижная клетка содержащие ядро все органоиды и много питательного вещества в виде желтка яйцеклетка у любого вида животных всегда значительно крупнее его сперматозоидов благодаря ее питательным веществам обеспечивается развитие зародыша на начальной стадии у рыб земноводных и млекопитающих или на всем протяжении зародышевого развития у присмыкающихся и у птиц размеры яйцеклеток у разных видов животных существенно варьируют у млекопитающих они в среднем составляют 0,2 миллиметров у анфибий и рыб 2 10 миллиметров а у рептилий и птиц достигают нескольких сантиметров в отличие от яйцеклеток сперматозоиды значительно меньше их размеры приблизительно одинаковы у разных организмов например у млекопитающих они составляют 0,001 до 0,008 миллиметров это длина головки вместо заключения предлагаю вам посмотреть небольшой видеофрагмент в репродуктивных органах происходит особый вид деления клеток создающие половые клетки сперматозоиды у мужчин и яйцеклетки у женщин это особое деление клеток называется миоз половые клетки должны формироваться по-разному так как они должны содержать лишь одну копию каждой хромосомы они две в то время как у всех клеток есть 23 пары хромосом яйцеклетка или сперматозоид содержат 23 одиночные хромосомы по одной от каждой пары таким образом миоз должен уменьшить число хромосом наполовину миоз начинается с обычной клетки и хромосомы просто копируются как при метозе однако затем пары хромосом обмениваются участками днк этот процесс называется рекомбинацией подобно перетасовке колоды карт рекомбинация позволяет генам перемешаться клетки делятся однако в отличие от медоза эти две клетки делятся еще раз образуя четыре клетки эти четыре клетки содержанием только половины обычного числа хромосом генетически отличаются как друг от друга так и от родительской клетки это очень важно так как при оплодотворении соединение по одному набору хромосом от матери отца образует новую клетку с полным набором хромосом 46 у людей новая жизнь создана с уникальным полным набором из двадцати трех пар хромосом глубоко в тазу любой женщины расположена матка это очень важный мышечный орган в котором однажды появится и будет развиваться в течение девяти месяцев будущий ребенок сверху к матке с обеих сторон подходят фаллопиевы трубы доходящие до яичников здесь они окрашены в белый цвет там ожидает своего времени яйцеклетки которые образовываются еще на этапе эмбрионального развития женщины общее количество яйцеклеток у женщины определено уже к моменту ее собственного рождения во время полового созревания происходят удивительные вещи гипофиз дает команду яичникам постепенно освобождать яйцеклетки с тех пор месяц за месяцем это и происходит и сейчас у вас есть уникальная возможность понаблюдать за тем как происходит овуляция мы находимся внутри фаллопиевой трубы и направляемся в один из яичников огромное белое пятно это яичник камера хранения яйцеклеток одна из которых вот-вот выйдет оттуда внезапно на поверхности яичника появляется красная рана ее размер составляет примерно 2 сантиметра конец фаллопиевой трубы непрерывно соприкасается с поверхностью раны соответственно пульсу женщины затем на дне раны появляется крохотное отверстие внутри которого спрятана яйцеклетка это овуляция в жизни женщины она случается 400 раз это начало возможной новой жизни яйцеклетка и ее оболочка продвигаются по складкам фаллопиевой трубы время пошло если в течение 24 часов с момента овуляции яйцеклетка встретится со сперматозоидом произойдет оплодотворение итак ребята сегодня на уроке мы узнали что миоз делится на этапы миоз 1 и миоз 2 а также на стадии профаза 1 метафаза 1 анафаза 1 телофаза 1 и цитокинез профаза 2 метафаза 2 анафаза 2 телофаза 2 и цитокинез определили биологическое значение миоза рассмотрели виды гометогенеза сперматогенез и овогенез разобрали в чем особенность процессов образования мужских половых клеток сперматозоидов и женских половых клеток яйцеклеток у млекопитающих обратите внимание на информационные ресурсы которые были использованы для подготовки к уроку надеюсь вам все было понятно и интересно до свидания ребята а 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